Есть тип видеоигр, как правило инди, которые приглашают совершить них удивительные, порой совсем нелогичные, но оттого не менее интересные путешествия. У таких игр довольно много поклонников и чаще всего они полны загадок. Посредством особого стиля рисовки они создают особое очарование и погружают нас на несколько часов в свою историю. Их, как правило, отличает особый художественный стиль, придуманный автором. Он чаще всего становится визитной карточкой игры. Настроение создает музыкальное сопровождение и рассказанная автором история. Об одной из таких игр я сегодня расскажу. Всем привет! Вы на канале Сальца Геймер. Канал об анонсах игр, игровых гайдах и немного музыки и танцев. Сегодня мы отправимся в Кошатий музей. Кэт Мьюзем Это игра в стиле Point and Click от японской студии 751. Что-что, а делать непонятные, загадочные, со своими заморочками, иными словами, сюрреалистичные. Игры японцы умеют. Японская культура, видимо, способствует созданию подобных шедевров. Как и обычно главный герой юноша школьного возраста. Никогда не трогайте незнакомые коробки. НИКОГДА! Он попадает в необычный мир. Игроку предстоит навести у музея порядок и, прокручивая воспоминания главного героя, найти ответ на вопрос. Почему он попал в это странное место? И что ему здесь нужно найти? Ведь в музей люди приходят, как правило, за конкретной вещью. Вам предстоит помочь осознать главному герою, что это. Окружающий мир очень интересен для изучения. Он фантастический, непонятный. Он живет своей жизнью. А герой и игрок с удовольствием могут наблюдать за ним. Местные герои и пугают, и удивляют своим видом одновременно. Иногда хочется воскликнуть, такое только японцы могли нарисовать. Всегда интересно, что будет впереди. Загадки несложные. Здесь нет такого, что возьми это что-то такое и догадайся сам, куда его положить. Решать их интересно, а правильный порядок или что делать подсказывает сам мир. Экспонаты музея живые, со своими характерами, и вам предстоит через решение их проблем осознавать путь главного героя. В пути вы будете не один. С вами будет путешествовать милый светящийся котенок, который в случае чего подскажет правильное решение. Есть мини-игры, вроде спрятаться от монстра, почесать коту-пузяку. Все очень интересно делать и не архи сложно. Игра пробегается самое большое за полтора часа и оставляет приятные послевкусия и интересные истории. Игра полностью адаптирована под русский язык, она есть стим и в нее можно поиграть на мобилке. Первые полчаса игры дадут вам пройти бесплатно на телефоне, а потом попросят заплатить. Я проходил на телефоне, мне показалось удобнее, чем управлять мышью. И это все, что известно об игре на данный момент. Всем спасибо за внимание. Спасибо вам за просмотры. Не забудьте прожать видосу лайк и подписаться на канал, чтобы всегда знать, во что выиграть. Берегите себя. Пока-пока и не забудьте подписаться на канал.